С нами на связи юрист Марк Фейгин. Марк, приветствую вас в эфире Ходорковский лайф. Как вам кажется, получится этот план Кремля осуществить, сместить акцент с Путина на простых военных? Ну, во-первых, это объективно. Когда бы это Путин признавал хоть какую-то ответственность за собой? Очевидно, что здесь скорее действует все кто угодно, только не я. Все кто угодно, там бояре, генералы, холопы, но только не я. Поэтому делаться это будет. Но вы понимаете, это в случае дальнейших поражений, это короткого действия модель поведения. И методика оправдания Путина путем перевода стрелок на нижестоящих. Это долго не сработает, потому что реально не отменяется тот факт, кто вообще все это зател, и он брал на себя эту ответственность. Я напомню, он 24 февраля сам выступал, сам говорил с началом так называемой специальной военной операции о том, что это по его приказу. Он главнокомандующий, ну и так далее. То есть, да, на какой-то момент это можно еще как-то сработать. Но если, условно скажем, будут освобождены, где оккупированы другие крупные города, какие-то куски территории Украины, то это перестанет работать. Тем более, что в риторике исполнителей, таких как Славя, вы слышите, он говорит, потому что виноваты солдаты. Солдаты плохо воюют, солдаты трусливы. О, это в истории, мы знаем эти реминисценции, это приводило к очень печальным последствиям перекладывания вины на рядовых в окопе. Это очень к печальным последствиям приводило. И если они пытаются заводить разговор о военно-полевых судах, ну там недалеко расположены от них и заградотряды, о которых уже давно говорится, функцию, которую выполняют кадыровцы и так далее, то я вам хочу сказать, фронт поплывет еще быстрее, чем даже если бы они наоборот говорили, что солдаты герои и так далее, их надо поддерживать, дать им больше денег и тому подобное. Такая риторика, вот обратная, что вы во всем виноваты в окопах, да, она ведет к совершенно обратным результатам, очевидно. Да, но будут ли показательные казни, и кто это мог бы быть? Вы знаете, сложно говорить с показательными казнями, но то, что, видимо, они действительно попытаются выставить какой-то заслон за спинами бегущих с передовой солдат, я думаю, у этого есть большой шанс. Понимаете, как бы система юстиции предусматривает наказание, предусматривает ответственность за оставление поля боя и так далее, но это военная юстиция этим должна заниматься. С другой стороны, ну а как в тех условиях там непосредственно на театре военных действий никаких судов не будет, если они имеют в виду какие-то экстренные меры, там вообще брать и расстреливать, а там кто спросит, если такое разрешение дано. Но я еще раз повторяю, что ни к закону, ни к правилам войны, ни к чему другому это отношение не имеет. На самом деле трусость это не преступление, это отказ от выполнения долга в силу психологического настроя выполняющих эти обязанности лица. То есть за это могут наказать, но это не обязательно ответственность, тем более вплоть до каких-то там действий, там расстрелять и так далее. То есть это все проблема прежде всего командования, которое ставит задачи невыполнимые перед соединениями, которые находятся в Украине. Потому что они должны были предусмотреть, что силами и средствами, которыми они обладают, абсолютно невозможно выполнить стоящие задачи по полному захвату территории Украины. Но еще раз повторяю, мы как в пустоту будем говорить эти доводы, поскольку там, вы же понимаете, любой ценой задача стоит, чтобы, значит, Путин одержал победу, ну или как минимум не одержал поражение. А ради этого потратили уже больше 50 тысяч жизней, ну потратили еще 50 тысяч жизней. Так что какая разница? Ну да, я к тому, что показательные порки, например, Шойгу, лишь бы выгородить Путина, мы не увидим в ближайшее время. Если только совсем все плохо не будет. Он, Путин, ведь не в его практике по ходу дела менять военачальников, менять служащих, ну, категория, да, чиновников. Он же так никогда не делал, но ведь война дело экстренное, это же тебе не снимать вице-премьеров и министров. Вот тут могут быть разные повороты событий, конечно, виновного крайнего будут искать. Возможно, его даже определили. Но ведь вы понимаете, если сейчас снять Шойгу или Герасимова, руководителя генштаба, то это окажет еще более худшее воздействие на моральный дух войск, как это ни странно, несмотря на то, что их все обвиняют. Во-первых, потому что некого поставить. Путин же почему еще не меняет? Он ставит совершенно лояльных, с теми, с кем он в тайге там, понимаете, отдыхает, с кем он давно знаком еще с чеченской компанией, как с Герасимовым. Да, это его выдвижение, он его возвышал. А сейчас поставь бы его генерала. А кто его знает? Что у этого в голове генерала? Вот прям с фронта. Сейчас у него в фаворитах вот этот Лапин. Сейчас этого Лапина, который возглавлял направление центра, поставили вместо снятого за 15 дней пребывавшего на должности командующего западным округом. Ну и что? А что, Лапин от перемен мест слагаем что-то изменится? Как будто этот Лапин может выиграть войну? Это же объективные вещи. Поэтому на самом деле я все-таки думаю, что Шойгу пока снимать не будут. Не на кого менять. Золотов это, как ни странно, еще более худший персонаж. А вот потом что, Золотова снимать, если возьмут Херсон? И так до бесконечности. Ну а Рамзан Кадыров, например. Кстати, про Герасимова вчера в нашем эфире. Олег Жданов говорил, что он в опале страшный у Путина. Вообще его отстранили от принятия решений. И ни на что не влияет. И просто ждут с отставкой, чтобы никого не раздражать. Кадыров, например, как он? То, что в опале, это не отменяет того. Вы же понимаете, управлять операцией можно лично. И управляет, вызывает командующих Суровикина, Лапина. И с ними говорит, вот к 15 числу возьмите мне Донецкую область. Это может быть идти мимо и Шойгу, и Герасимову. Я вполне охотно в это верю. Что касается Кадырова. Вы понимаете, если назначить Кадырова на любую из первых должностей. Я уж не говорю министра обороны или глава генштаба. А даже в Росгвардию. Которая тоже задействована в проведении спецоперации. Ну все, это отлично. Еще быстрее все закончится. Понимаете? Ведь тут есть еще и эффект, который сейчас вот робко, но уже он проступает. То, что командование, генералитет, командующие родов войск, командующие округами и так далее. Они же как бы немножко стараются дистанцию, чтобы возникло. А пусть Кадыров всем занимается. Давайте его назначим на спецоперацию. Эти люди уже понимают, что ничего не будет. Они же осознают, они же специалисты. Они понимают, что придется потом еще больше отвечать. А так сейчас на промежутке уйдешь и, слава богу, снимешь себе ответ. Слушайте, это не я. Это вот все вопросы к Кадырову. На самом деле, я думаю, сейчас уже настроения меняются в сторону не того, чтобы спасать эту спецоперацию своим участием, своим руководством, напряжением всех сил. Ну, война же, да? А наоборот, отстраниться и сказать, ну, слушайте, вы затеяли, а я-то что? Я решение не принимал. По своей части я все, что нужно, сделаю. А больше от меня не требуйте. Так что Кадырову, я думаю, не назначить. Это мое мнение. Но это был бы неплохой вариант для всех. Еще немножко про умение российских властей и командование этой армии умывать руки, говорить я не я. Что, не знаете ли, с российскими учителями происходит, которых бросили, убегая из Харьковской области? Сегодня появилась информация от Генпрокуратуры Украины о том, что их и вовсе не задерживали. Но вот ранее госпожа Верещук, вице-премьер, говорила, что все-таки задерживали. Вам известно что-то? Ну, я могу сказать, что, к сожалению или к счастью, может быть, к счастью для кого-то к сожалению, но там нет российских учителей в Харьковской области. Там есть свои украинские учителя, которые проходили переподготовку. Там минимум 80 человек, которых направили в Подмосковье. Они там жили несколько месяцев, летних месяцев. Они проходили переподготовку по российской методике обучения. Но российских учителей именно в Харьковской области их вроде бы нет. Это подтверждает несколько моих источников. Я беседовал. Он в частности Антон Герасченко, который буквально вчера там был. С иностранным журналистом. Он говорит, ну, нет таких. Если бы они были, их бы уже показали, понимаете. И бы показали. Вот Вася Пряников. Вот он, значит, тут преподавал. Говорил, что нужно забыть украинский язык, преподавать все на русском. И мы один народ и так далее, и так далее. Вот поскольку их не показали, и поскольку общая информация не подтверждается, видимо, это слишком поспешное было заявление. Я так думаю. Да, ну, была информация о возможном обмене учителей на пленных азовцев. Теперь, судя по всему, надежды на такое мало. Что будет с бойцами? Пойдет ли Россия на вот это судилище в прямом эфире, да, которым нас пугали еще пару месяцев назад? Ну, они его отложили. Они отложили в Мариуполе, они там в этом Доме культуры, где-то решетки строили. Они отложили, потому что украинская сторона заявила, что вообще забудьте о переговорах, если вы устроите вот это в клетках судилище. Я думаю, это какое-то там паузу, какое-то замедление вызвало. Потому что Москва очень заинтересована в переговорах. Она сейчас предпринимает все возможные усилия для того, чтобы эти переговоры состоялись. Ей очень нужно, значит, перемирие и прекращение боевых действий. Ну, поэтому, возможно, они паузу взяли. Конечно, они азовцев так просто не отдадут. Это заложники. Это ценный материал. Они понимают, что посредством этих двух тысяч заложников они могут манипулировать Киевом. До известной степени, конечно. До известной степени. Они могут давить, они могут угрожать, они могут шантажировать, они могут убивать этих заложников. Как это было в Еленовке, пять десятков человек погибли, 70 вроде бы ранен. Но это по заявлениям российской страны. Сколько на самом деле, не знаю. Поэтому я думаю, что просто так они их не отдадут. Они будут ценой, за которую Москва будет требовать перемирия, прекращения продолжающихся наступлений в СУ и так далее. Так что быстрого решения вопроса не будет. Да, Владимир Зеленский сегодня приезжал в освобожденный Изюм. Почему Россия не попыталась как-то обстрелять этот город? Может быть, уже и нет таких ресурсов. Например, когда Гутерриш приезжал, Киев так или иначе подвергался обстрелам. Я просто думаю, что это делается спецслужбами украинскими. Они все это заранее знают, ничего не сообщается. Он возникает очень ненадолго в какой-то точке и оттуда быстро уходит. Это оперативные меры, которые сопровождают подобные визиты. Они позволяют избежать действий каких-то диверсионных групп или даже обстрелов ракетных. Я думаю, здесь просто... Если бы у Москвы была бы такая возможность убить Зеленского, они бы его убили. Но это все непросто, понимаете. Тут не так, чтобы прям есть такое точечное оружие, есть такие возможности. Здесь гораздо скромнее все. Да и спецслужбы украинские неплохо работают. Неплохо в этом смысле работают. Еще одно очень любопытное расследование сегодня опубликовало агентство Reuters. Как утверждает журналист Reuters, в начале войны Дмитрий Козак якобы сообщил Владимиру Путину, что он заключил предварительную сделку с Киевом, согласно которой сделки этой Украины обязуются не вступать в НАТО, а Путин отказался от мирного соглашения, несмотря на это. Вот как вам эта публикация? Могли ли такие переговоры вестись и с кем с украинской стороны, если да? Ну, я могу судить так, что Козак действительно общался. Я думаю, что он общался с Ермаком. Общение было вплоть до начала войны, до последних минут. Об этом известно. О чем конкретно они разговаривали и договаривались, я не исключаю, что Козак говорил о том, что можно предотвратить войну путем обязательств по невступлению в НАТО и так далее. Я не исключаю, я не знаю. Но я не исключаю, что такие звучали. А требования и, возможно, Киев, дабы отвести от себя угрозу войны, мог и какие-то вещи предлагать, обсуждать, и, может быть, даже соглашался. Я не исключаю. Но понимаете, как сегодня Песков это прокомментировал? Он же сказал, что это неправильно, что ничего такого нет, что этого невозможно и так далее. Это точно, что Москва сейчас пытается каким-то задним уже числом и частично оправдать свои действия. Но, с другой стороны, если вы требуете посредством войны всего лишь невступления в НАТО, так можно было бы без войны, получается, это сделать. Я думаю, что Москва все равно бы напала. Вот что. То есть это была цель-то не просто заставить не вступать в НАТО, признать Крым и так далее. Цель-то была захватить всю Украину. А эти обязательства, невступления в НАТО такой не обеспечивали возможности, понимаете? Путин, вот вспомните, 22-го, 20-го, извиняюсь, февраля, вот опубликован сценограмм Макрон разговоров с Путиным. Он же говорил Путину, что давай остановимся, вот с Байденом переговорить и так далее. Это опубликовали ведущие французские издания, эту сценограмму, которую Елисейский дворец слил. То он же Путин ясно сказал, я разговаривать ни о чем не буду, я пошел в хоккей играть. Меня вообще ничего не интересует. У меня там все к советникам. Он разговаривал с президентом Францем Макроном. Это означает, что тогда, в тот момент, в канун войны, он собирался именно победить за три дня. У него не было намерения договариваться, потому что не было сомнений в том, что цель будет достигнута. Потом бы он уже решал что-то. Но ввиду этого ему мало было просто не вступления на то. Нужна была вся Украина. Он был уверен, что она ее захватит. Поэтому, честно говоря, договаривалось, кто кого обманывал, уже сейчас, знаете, не имеет значения. Да, буквально несколько недель назад украинская сторона говорила, что россияне пока не чувствуют войны, и нужно как-то это дело менять. Но вот если смотреть новостную сводку, в Белгороде как будто бы войну очень хорошо чувствуют. Можно ли как-то сейчас говорить, когда все-таки боевые действия перекинутся на российскую территорию, если это вообще произойдет? Вы знаете, такое возможно... Во-первых, Крым главная мишень. Я думаю, что мы без пяти минут находимся от точки, когда к Крымскому мосту, например, будет произведен удар ракетный. Я думаю, уже близко к тому, очень близко к тому. Потому что у этого есть и символическая цель, но есть и сугубо практическая. Она заключается в том, что по этому мосту перевозят силы, средства, боеприпасы и так далее, которые снабжают южную группировку. Это уже как бы будет воспринято как удар по территории. Что касается приграничных территорий, но они и сейчас спородически, периодически подвергаются атакам. То есть, может, не так часто и не так болезненно, не гибнут подъездами люди, но я бы сказал, что постепенно, постепенно, в октябре, да и в ноябре, скорее всего, удары такие будут. И по инфраструктуре в Белгороде, и в Ростове, и в Таганрог, и в Курске. Я не исключаю, что это будет происходить. Почувствует ли это на себе? Ну, я думаю, что если вы любого в Белгородчине спросите человека, жителя в приграничении, он скажет, что мы уже это чувствуем. Но масштаб-то не тот. Россия все-таки большовато. То есть, если только в приграничных районах все вот это будет происходить, ЧП, военное положение даже, еще что-то, то другая страна, другая часть страны не почувствует. Это ваша проблема, типа, да и все. Если у нас есть Абазгалямов прямо сейчас на прямой связи, я бы с удовольствием задал ему вопрос, почувствует ли Россия этот удар. Ну, будет у нас через минуту, спросим в любом случае. Тогда останемся с Марком. Марк, а вот как вам кажется, сегодня, учитывая, ну, провал, по сути, провал на Харьковском направлении российской армии, Владимир Путин готов бы был на мирные переговоры? Нет, он готов на мирные переговоры, но он не готов на мирные переговоры, которые приведут к его поражению. Де-факто капитуляция. Вот, смотрите, Шольц позвонил, и он, заметьте, раньше все скрывалось, о чем разговаривали. А сейчас уже официальное сообщение о том, что Шольц предложил капитуляцию Путина. Что такое капитуляция? Это же не то, что, значит, Россия перестает называться Россией, а становится там Германия-2 или там Украина-4. Нет, речь идет о том, чтобы вывели все войска с оккупированных территорий. Я, как предполагаю, это исходит из того, что и Крым надо освободить, и Донбасс, потому что призывают его освободить территорию Украины в границах 91-го года. Поэтому, по-моему, раньше такого я ничего не слышал. По-моему, раньше такое не звучало. Они полтора часа разговаривали, и немецкая же сторона заявила о том, что Путин визжал про то, что, значит, обстреливают украинцы Донецк, что они обстреливают Запорожскую АЭС и так далее. То есть, то ли оправдывался, то ли раздраженно отвечал. Непонятно, мы интонацию не улавливаем. Но то, что разговаривать с ним стали с Путиным совсем другим языком, на другом языке, так сказать, больше ультимативным, больше жестком, не терпящим с его, с Путина стороны, никаких возражений, предложение в одну сторону, это свидетельство того, что все изменилось. Что вы одушевились от победы Украины. Вы одушевились, поняли, что победа реальна. Понимаете? Вот Ван дер Ляй, например, глава Евросоюза, ну, Евросоюза, заявила о том, что Европа победит. Пусть даже Путин не рассчитывает, никто не отступится. Европа победит. Это что значит? Что за Европой будет последнее слово? Что будет вообще в России? Буквально минутку с нами оставайтесь, пожалуйста, потому что я анонсировал вопрос, который хочу Аббасу Галямову задать, пока вы с нами. Почувствует ли Россия удар по Крымскому мосту? Аббас, политолог с нами на прямой связи, Аббас Галямов, как вы считаете? Если случится удар по Крымскому мосту, мы только что обсуждали вас с Марком Фегином, почувствует ли в России этот удар? Этот удар по мосту станет ударом по рейтингу Владимира Путина? Да, безусловно, Крым и Крымский мост – это штука абсолютно сакральная. Путин сотворил кумира из них. И вот удар по ним, тем более, если удастся не просто ударить, а разрушить мост, ну, либо нарушить движение по нему, ну, то есть будет какой-то результат, да? Ну, это будет удар по его позициям, не менее сильный, наверное, чем потери тех территорий, которые он потерял в прошлую неделю. Это будет такой символический удар. Понимаете, восприятие же определяется контекстом, да? Может быть, в другой ситуации это было бы не столь сокрушительно, но в ситуации, когда уже в ту сторону ситуация катится, вот здесь нас, так сказать, пощипали, здесь пощипали, тут там разгромили, здесь мы в бегство обратились, да еще и мост разрушили, ну, это уже вот все вместе, знаете, такое, как снежный ком, который катится с горы и становится все больше, больше, больше и в конце концов превращается в снежную лавину. Марк, согласны вы с нашим гостем Абасом Галимовым? Ну да, ну это объективно же, потому что вся пропаганда была направлена на то, что Крым это безусловная российская территория. То есть помните, он всегда заявлял многократно, что Крым, вопрос Крыма не обсуждается. Так они внушили и обывателям ощущение, что, конечно, Крым это Россия. Удар по Крыму это удар по России. А в этих ударах уже было, это же не первый удар, и по Сакам, и по Джанко, и Гвардейской, вот Нового Федора в Кевсаках. То есть уже удары были, и от того, что будет еще один удар, в нем разница только в его действительно символизме, поскольку Крымский мост ассоциируется с правлением Путина, и как бы хотелось ему, чтобы осталось. Вот именно это воспоминание историческое, что он присоединил Крым, создал эту артерию. Здесь еще ведь имперские символизмы. Вот поймите, русская история развивалась как имперская путем экстенсивного расширения границ. У России не было заморских колоний. Россия, так сказать, не плавала в Африку или в Новую Зеландию, ну, не считая отдельные эпизоды. Она ведь расширялась, просто двигаясь дальше, на восток, в Европу, еще куда-то. И вот расширяла свои владения. И полуостров Крым, который после 1991-го стал частью территории Украины, не имел соединения с Россией. И вот эта артерия, пусть небольшая, на несколько, там, полтора десятка километров, но она символизировала вот эту связь, понимаете? И вдруг эта связь обрубается. Больше туда нельзя попасть только в плащ, что называется. Ну, или там, пока по оккупированной территории, то поди-попади без обстрела. И это будет символизировать, что все, это снова остров для России. Ну, полуостров для Украины, а для России остров. Это уже другая территория, другой континент. Ну, по существу, я имею в виду не географический, а геополитический. И это, безусловно, ударит очень сильно по сознанию людей. Это сильно обманет их в тех ожиданиях, которые они имели и строили относительно и Крыма, и дальше Украины. Это означает, что все иллюзорно, все миф. Ради чего все было тогда? Все претерпевать бедствия, дабы присоединить Крым, идти на социальные тяготы, которые, безусловно, сопровождались с 2014 года, жизнь обывательной. Получается, все зря. А вот для русского человека это очень опасно. Если что-то зря, жизнь вытратил зря, ох, он по этому поводу сильно расстраивается, я бы так сказал. Да, действительно, спасибо большое, Марк Фегин, с вами на связи было. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте ему лайки. И ставьте лайки нашей программе. Это важно, и увидят больше людей. Я Тимур Олевский. Это «Воздух». Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok